Привет дорогие друзья! Сегодня мы находимся в подмосковном городе Пущино. Нам на тест-драйв достался автомобиль ВАЗ-2121-3, который в народе называется Лада Нива 4х4. Вот этот красавец! Ну, посмотрим, что там. Это сегодня мой оператор, мой несменный. Вот так вот выглядит ключ, с которым мы заведем сейчас автомобиль. Здесь замочная скважина, почему-то здесь аварийка вместо... А, вот. Вот здесь. Ну, приготовились. Так, это оказалось не так просто, что первым делом врубается печка, надо ее, наверное, на минимум убрать, чтобы... Так. Подсос надо вытащить? Полностью, думаю? Я, честно говоря, не знаю, что это. Так, что-то замерзло. Ну, это ничего страшного, я думаю, нет такого, с чем бы мы не могли справиться. Что ж, похоже, завестись в такой мороз для Нивы, для самой оказалось достаточно серьезным испытанием. Сколько бы мы не крутили и не натягивали подсос, завести автомобиль нам пока что так и не удалось. Она просто не дает. Я вставляю ключ в замок. Все, что мы слышим, это какой-то гудеж из-под капота. И мы вызвали местного спеца по автомобилям Нивы, который вызвался помочь нам завести этот автомобиль. Будем ждать. Пришел хозяин автомобиля и с первого раза моментально ее завел. Видимо, чувствует хозяина. Также он рассказал нам, что у автомобиля в этом месяце юбилей. Она была произведена в январе 2000 года, а значит, сегодня ей 15 лет. В честь этой знаменательной даты мы и проводим этот замечательный тест-драйв. Сейчас отправляемся прямиком на заправку, чтобы заправить сюда хотя бы рублей на 300 бензина 92-го. И отправиться дальше с вами в увлекательное путешествие по просторам русским. Поехали! Я пытаюсь достать ремень, он немножечко капризный. Но вы должны помнить, что безопасность превыше всего. Даже если вам кажется, что Lada 2121 самый безопасный в мире автомобиль, пристегиваться все равно необходимо. Так, кажется, я его вытащу. Лобовое стекло существенно замерзает, но выручают вот такие вот самые простые лазерные диски. Здесь его воткнуть, как видите, некуда, потому что магнитола здесь старая и исключительно кассетная. Диски в этом автомобиле только для того, чтобы вот таким вот образом скоблить с них намерзший иней. Ну, естественно, в зимний период, потому что летом ничего не будет заберзать. Так, вот зеркнется тоже чуть-чуть из скобли. Снимаем с ручника. Так, оператор, а ты чего не постигиваешься? Потому что у меня проблемы с ремням. Так, выжимаем сцепленицы. Выжилось нормально. Врубаем вторую скорость. Отпускаем постепенно. Нет, наверное, мы не пройдем. Надо чуть-чуть заднюю врубить. Чтобы включить заднюю скорость, нужно нажать на рычаг. И вот так вот в самом крайнем правом положении включается задняя скорость. Так. Обратно. Нажать. Так, обратно она не нажимается. О, идусь. На вторую сразу. Выкручиваем постепенно. Руль вправо, конечно. Здесь даже есть поворотник. Там этот человек, правильно? Мне очень хотелось бы начать тест-драйк со сбитой женщины. О, смотрите-ка, как раз еще одна Нива у нас тут. Вот, в очередь за ней-то мы и встанем. Ибать там насачек. Можем притормозить, да, и немножко еще заняться уже полюбившимся нам занятием вот этим вот. Со скабливанием финия с лобового стекла, поскольку отогревается он действительно очень долго. Нива спереди нас оказалась даже еще старее, чем мы. На ней еще стоят старые российские номера. Все равно ездят. И выглядят точно так же. Хотелось бы обратить внимание, что регулирование зеркал бокового вида конструкции не предусмотрено. Тем временем автомобиль заправляется. Бак прям... Снимаешь, да? Да. Бак тебе, никаких тебе стопорей, ничего. Просто дыра в середине машины. Заправляемся мы 92-м. Настало время признаться, что автомобиль в целом хороший. Немножко шумоизоляция подкачивает. Ну и как бы двери сами по себе изначально не очень толстые. Ну и возраст уже дает о себе знать. То есть мотор слышно очень хорошо. И мне кажется, что микрофон услышан мотор даже лучше, чем мой голос сейчас. Но основные ходовые качества, как то подвеска, руль и коробка передач, меня пока устраивают. Потому что идет машина достаточно плавно. Переключаются передачи правильно и вовремя, когда мне нужно. Руль не жесткий. Руль крутится даже несмотря на то, что лютый мороз. Я изначально тронулся и руль ходил хорошо. Есть небольшие люфты, но они несущественные. Я думаю, они, ну, никоим образом не повлияют на вождение автомобиля. Также здесь есть два вот этих вот замечательных торчащих усика. Это блокировка мостов, блокировка дифференциала, которым я сейчас на трассе даже не пытаюсь пользоваться. Он мне не нужен. Есть также пониженная передача, на которой мы сейчас и идем. Родной пробег у автомобиля в данный момент 84 800 километров. Что никоим образом не влияет на ее работу. Работает как часы, несмотря на то, что автомобилю уже 15 лет. Мы дополнительно заправились на 15 литров, чтобы нам хватило на все наши нужды. Погода, как вы видите, потрясающая.